Из получений Святаго Иоанна Заполустого на книгу «Деяния апостольских» Не смотри на то, что прежде тебя крещеный сделался худым и лишился своего упования, и не делался от того еще нерадивее. Между воинами мы видим одних, отправляющих в воинскую службу не как должно, а других – отменно ревностных. Но обращаем внимание не на ленивых, а подражаем этим, исправным. Так и ты смотри на тех, которые после крещения из людей сделались ангелами. Страшись неизвестности будущего. Смель приходит, как тать ночи. И не просто как тать, но нападает на нас спящих и восхищает небодрствующих. Для того Бог и оставил будущее неизвестным, чтобы по неизвестности, и всегда ожидая, мы проводили жизнь добродетельно. Но Бог скажет, человеколюбив, доколе же мы будем повторять это холодное и возбуждающее смех изречение. Я не только говорю и не перестану говорить, что Бог человеколюбив, но и скажу, что нет никого человеколюбиве Его, и что все в отношении к нам Он устраивает на пользу. Не видишь ли, как многие во всяком возрасте бывают подвержены проказе, как многие с первого возраста остаются слепыми до старости, другие подверглись слепоте последствия, иные живут в бедности, иные в узах, иные в рудокопнях, иные и задавлены там землею, а иные погибли на войне. Дело ли это человеколюбие, скажи мне? Не мог ли он бы не допустить этого, если бы пожелал? Но он допускает. Так скажешь, скажи мне, чего бывают слепые с первого возраста? Я не скажу, пока не дашь мне обещание креститься и покрещение жить благочестиво. Не следует тебе заниматься разрешением таких вопросов. Слово существует не для забавы. Если я разрешу этот вопрос, за ним последует другой. Писание ведь бездна вопросов. Поэтому приючайтесь не изыскивать только разрешение вопросов, но и не задавать их, потому что никогда не будет конца нашим вопросам. Вот если я разрешу этот, то подам повод к бесчисленному множеству других вопросов. Научимся же лучше достигать этого, чтобы не задавать вопросов, нежели искать разрешение их. Если разрешим, то разрешим не совершенно, а по человеческому разумению. Самое лучшее разрешение таких вопросов есть вера. То есть убеждение, что Бог устраивает все правильно, человеколюбиво и на пользу, и что причины этого постигнуть невозможно. Вот единственное разрешение, и другого лучше этого нет. В чем, скажи мне, состоит дело разрешения? Конечно, в том, чтобы не искать больше того, что разрешено. Если же ты убедишься, что все управляется промыслом Божиим, одно попускающим по известной ему причине, а другое устрояющим, то и не будет больше задавать вопросов, и получишь до себя готовое их разрешение. Но возвратимся к предмету. Итак, если ты видишь столь многих претерпевающих страданий, а это все попускает Бог, то воспользуйся здоровьем своего тела для здоровья души. Но скажи, какая мне нужда подвергаться трудам и лишениям, когда можно очиститься от всего и без труда? Прежде всего скажу, это неизвестно. Случается не только не очиститься без труда, но и отойти со всеми грехами. А если бы это и было известно, то не отрадны такие слова. Привел тебя Бог на бранное поприще, предложено золотые оружия, следует взять их и действовать, а ты хочешь спастись без славы и не сделать ничего доброго. Скажи мне, если бы происходила война, и сам царь присутствовал, и ты видел бы, как одни бросаются в ряды неприятелей, поражают и наносят бесчисленные раны, другие вступают в единоборство, одни бегут, другие несутся на конях и получают похвалу от царя, удивление, рукоплескание, венцы, а иные в то же время считают за лучшее не подвергаться никакой опасности, держаться позади всех и остаются в бездействии. Потом, по окончании войны, первые вызываются, награждаются великими дарами и провозглашаются, а последние остаются неизвестными даже по имени. И только лишь сохранение жизни служит им воздаянием за дела, в числе которых ты пожелал бы находиться. Хотя бы ты был каменным, хотя бы был беспечнее вещей бесчувственных и бездушных, не пожелал ли бы ты тысячи раз быть в числе первых так прошу и умоляю, ведь хотя бы надлежал и пасть среди брани не следует ли с готовностью решиться и на это. Не видишь ли, как светлые падающие в таких войнах, хотя они умирают смертью, после которой не могут получить почести от царя. А в этой брани совсем не так. Но после нее ты непременно предстанешь со своими ранами, которым, которые и досподобимся всем и явить и без гонений во Христе Иисусе Господе нашим, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.